Вот здесь, где мы стоим, ужас, просто ужас. Вот где мы стоим сейчас. Ямы и глыбы льда. Во дворе на Матросово полоса препятствий, как для автомобилей, так и для пешеходов. Легковушки прыгают по кочкам. Не без труда дорогу преодолевают грузовики и газели. Людям же нужно выбирать, скользить или тонуть в снегу, чтобы обойти неудобный участок. Жители уже и не помнят, был ли здесь ровный асфальт. Постоянно. Ямы здесь уже давным-давно у нас. И никто их здесь не делает. Ну, естественно, и скользко, когда гололед. А людям точно неудобно. Особенно летом. Сейчас снег растает, здесь одни ямы. Ну, как привыкнуть. Дискомфорт, конечно. Ну, здесь еще школа тоже музыкальная. Машин много ездит. Я вот старуху боюсь везти. Она неоднократно падала уже. Они нас замучили уже, эти ямы. Поэтому летом тут ужасно пройти невозможно. Похожая картина и на улице Измайловской. Выезд с дороги – настоящее испытание. Чуть дальше, на улице Мичурина, ситуация еще хуже. Ямы на этой дороге скорее напоминают американские горки. Просто посмотрите, какой перепад высоты встречается у кочек. Здесь нужно быть осторожным даже пешеходам, особенно после снегопада. Есть риски подскользнуться, упасть и травмироваться. Участок в несколько десятков метров напичкан ямами и кочками разных размеров. Водители петляют по узкой дороге и пытаются не повредить кузов. Не легче и пешеходам. Маршрут без падений и переломов нужно тщательно продумать. Ямы, они постоянно здесь. Я не знаю, уже почти пять лет. Обходим постоянно. Здесь постоянно получается и вода здесь. Даже и объехать, самое что интересно, невозможно. Машины ломаются. Уже люди жаловались. Потому что постоянно, особенно низкая машина, задевает. За своевременный ремонт дорог во дворе отвечают управляющие компании. Если они бездействуют, нужно обратиться в администрацию района или подать жалобу в стройнадзор. Если же дворовой проезд не принадлежит обслуживающей организации, то ремонтировать его должны городские службы. Антон Тишаков, Павел Патылицын. Енисей. Новости.